До нашего эфира долучается Анзор Масхадов, чеченский оппозиционер, сын экс-президента республики Ичкерия. Анзор, добрый вечер. Я перейду на русский язык, чтобы вы меня лучше могли понимать. Хорошо, спасибо. Добрый вечер. Анзор, в Верховной Раде была проведена встреча с представителями чеченской диаспоры. Вы там тоже присутствовали. А какие вот итоги этой встречи? Есть ли какой-то общий план действий? Да, мы встречались в Верховной Раде с депутатами. Полностью все подробности я не хотел бы, конечно, говорить, но скажу в общем, что нас это радует. Шаг Украины, признание оккупации, а также геноцида чеченского народа. Мы, конечно же, обсуждали этот шаг, шаг Украины. И, кстати, это Украина первая страна, которая признала геноцида чеченского народа, а также оккупацию нашей республики. И мы обсуждали вопросы про дальнейшие шаги, то есть полное признание независимости чеченской республики Ичкерия. А также мы обсуждали вопросы, чтобы Украина потребовала от других государств признать геноцид чеченского народа, оккупацию и затем независимость чеченской республики Ичкерия. Мы также подчеркнули, что это наша общая война, так сказать, потому что мы стали жертвами оккупации со стороны России, как чеченский народ, так и украинский народ. Много говорили о военных преступлениях, о геноциде наших народов. И мы пришли к такому мнению, что мы должны работать вместе. И мы услышали от Верховной Рады, что они готовы с нами сотрудничать, помогать нам, нашему движению. А также мы заявили, что мы будем стоять рядом с Украиной, рядом с украинцами до полной победы. А скажите, пожалуйста, как вообще чеченцы отреагировали на то, что украинский парламент вызнал оккупированным вашу родину? Как на это отреагировали сами чеченцы, как отреагировали на это в самой Чечне? Знаете, это четкий сигнал для нашего народа, для чеченского народа. А также люди, чеченский народ ждал такого шага от любой страны. Потому что мы находились в таком вакууме, в такой блокаде, что мировое сообщество не говорило о проблеме чеченцев, о войне в Чеченской Республике Ичкерия. И сегодня чеченский народ понял, что скоро может наступить тот день, когда зло будет наказано. И наш народ получит гарантии безопасности от таких государств, как Россия. Откуда грозит нам всем опасность? И, конечно же, они тоже высказываются в адрес Украины, благодарят Украину за такой шаг. Но о кавказских народах заговорили не только в Украине, но и в Европе. И вот буквально несколько дней назад был Конгресс кавказских народов. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом. Вы там тоже присутствовали? Конгресс, который прошел в Киеве, да? Так, да, да. Да, он назывался Кавказский Союз. Мы встречались в тот день. Там присутствовали представители разных национальностей Кавказа. Это были дагестанцы, ингуши и другие. И мы долго рассказывали о нашем настоящем, а также будущем, к чему мы хотим прийти. И все друг друга понимали. И мы понимаем все, что мы должны стоять вместе сегодня. И не только в кавказские народы, а вот кавказские народы сегодня должны помогать Украине, чтобы добиться нашей общей победы. Потому что победа Украины – это победа кавказских народов. И мы сегодня говорим о том, чтобы Украина признавала независимость этих кавказских народов. И это тоже будет хорошим таким шагом. И это то же самое, что хотят чеченцы. То же самое хотят и дагестанцы, и ингуши, и другие народы Кавказа. То есть свободы от России. Ну, а, кстати, в рядах украинской армии воюют пять чеченских батальонов. И глава правительства в Чеченской республике Ичкерии за границей Ахмед Закаев сообщил о планах увеличить количество воюющих на стороне Украины чеченцев. А сколько у чеченцев сейчас воюют вместе с нашими бойцами на фронте? Сейчас точно количество сказать я не могу. Так, даже на публику. Но чеченцы здесь, в Украине, воюют еще с 2014 года. То есть с самого начала. Это основные два батальона. Батальон имени первого президента Джохара Дудаева, а также батальон имени Шейха Мансура. Чем представителем я и являюсь. И есть чеченцы, которые входят в другие военные подразделения Украины, с которыми я встречался и общаюсь. Анзор, как нас слышно? Да, слышно хорошо. Да, да, у вас просто немного сбилась связь. Продолжите, пожалуйста. Да, я сказал, что с 2014 года, когда началась оккупация со стороны России на территории Украины, мы создали два батальона. Это батальон имени первого президента Ичкерии Джохара Дудаева и батальон имени нашего героя Шейха Мансура, чьим представителем я являюсь сегодня. Есть также другие наши братья, чеченцы, которые входят в военные подразделения вооруженных сил Украины и воюют также с еще начала войны в Украине. Вот после удара по кадыровцам на Херсонщине в селе Каиры, Кадыров в который раз угрожал Киеву и рассказывал, что они остановятся нигде и будут нападать и на всех изжигать. И вот договорился до того, что назвал развязанную Россией войну в Украине джихадом. Вы после этого сказали, что это не джихад, а что вообще джихад для истинного чеченца. Можете нам рассказать? Знаете, джихад это в первую очередь должен совершаться внутри себя мусульманина, вот человека. То есть человек должен сам себя очищать. Это в первую очередь. А вот в нашем случае, вот в войнах, скажем, если враг пришел на твою землю, ступил на твою землю, убивает твоих родных, близких, то есть совершил оккупацию и убивает твой народ. И если ты встал против этого оккупанта, это является джихадом. То есть вы называете это священной войной. То есть это священная война против оккупантов. Джихад не может являться, если ты нападаешь на какую-то страну. В их случае, скажем, в случае этих уморения, так, предателей чеченского народа, они служат Путину, они принимают участие в войне против Украины ради интересов Путина и ради интересов этого малоумного существа, извините меня, Кадырова. И никаким джихадом он не может являться для этих российских войск, потому что так называемые кадыровцы являются российскими войсками. Вот, и да, действительно, я так говорил и подтверждаю еще раз, что это не джихад, это дорога в ад, которую Кадыров отправляет вот эту молодежь, чеченскую молодежь. И ни один чеченец не имеет права стать рядом с русским оккупантом и идти ради интересов России воевать против другой страны. Анзор, мы вот часто слышим, что вся Чечня поддерживает Украину, и видим это на деле. Также не раз было озвучено мнение, что распад путинской России уже начался. А вы что об этом думаете? Да, я общаюсь с чеченцами здесь, на Чужбине. Также есть контакты с населением на территории Чеченской республики Ичкерии, которая сегодня оккупирована Российской Федерацией. И я знаю мнение людей. Мы, чеченцы, могу так твердо заявить, сказать, не поддерживаем войну против Украины. И мы не имеем права, мы абсолютно никакого права не имеем поддерживать Россию в войне против Украины. Наоборот, чеченцы поддерживают украинцев в этой священной для украинцев войне. И мы оказываем всепосильную помощь во всем, будь это митинги, будь это волонтерство, будь это на фронтах, в информационном плане. Во всем мы поддерживали и будем поддерживать всегда. Анзор, спасибо вам большое за то, что нашли возможность поучаствовать в нашем марафоне и что ответили на наши вопросы. Хорошо вам вечера. Спасибо. Это был Анзор Масхадов, чеченский опозиционер, сын экс-президента республики Ичкерия.